Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ. Шесть вечера, четверг. И сегодня по традиции программа Концертный зал. Меня зовут Роман Шахов. Ну а в нашем концертном зале улыбающиеся яркие гости Родион Газманов. Здрасте. Привет тебе. Со мной вместе Василий Краснослабоцова, бэк-вокал, голос, пятый сезон и Владимир Андреевский. Шестой сезон. А я сегодня тебя не слышу, так что да, конечно. Рассказывай, да, что говорит Владимир. Мы в 15 лет просто вместе пишем песни, а так все в порядке. Это человек, с которым ты работаешь долгие годы, твой соавтор. Да, мой соавтор, собутыльник, практически соотечественник. Что еще можно, может быть, со что? Сотоварищ. Сотоварищ, да. Да. Ребят, 15 декабря. Что касается елок, рассказывайте, начались они у вас вообще? Как в этом году? Что, где? Работаем. Тому способствует то, что песня парами вышла. И то, что, да, вышла вместе с клипом. И то, что, в принципе, Новый год уже почувствовался у людей. Я, как обычно, себе клятвенно даю обещание каждый год в ноябре купить себе подарки. И, как всегда, не успеваю это сделать. Вот. Ну и ребята со мной тоже ездят, работают. В этом году Новый год у тебя, так вот, примерно, можно сказать, дома или на сцене, в подъездке? Нет, нет. У меня вот есть единственная примета, в которую я верю в Новый год. Это если ты в новогоднюю ночь работаешь, значит, весь год будет рабочим. Вот. Четыре года назад и два директора тому назад я сказал человеку, который тогда с нами работал, было очень плохо все в Новый год. Я сказал, что, дружище, если 31 января мы нигде не работаем, то 1 января у нас становится меньше на директора. Вот. И в итоге он нас отправил в Сочи за смешной монарар абсолютно. И мы с Вовкой поехали, отработали там два концерта прямо вот в новогоднюю ночь. Ну, в Сочи. Вот такая погода была. Был ли там снег, скажи раз. Плюсовая температура. Плюс 15. Плюс 15, говорит Владимир, так. Плюс 15 было, да. Было очень хорошо. Вовка, если ты что хочешь сказать, вот прямо сюда. Иначе не ты не ты не знаешь. Было очень хорошо. Было очень хорошо. Было очень хорошо. И год случился прямо замечательный. Возможно, потому что 1 января я так все-таки поменял директора. Наверное. Вот. В любом случае, это примета, в которую я верю. И эта новогодняя ночь, я думаю, что не станет исключением. Мы также будем в новогоднюю ночь работать. И петь, и выступать. К тому же я еще и веду. Ты абсолютно универсальный солдат в этом плане. На русском и на английском языке, друзья, заказывайте. Звоните. Я могу телефон директора сказать? Телефон. Слушай, ну ты скажи, где можно найти? В Инстаграме или ВКонтакте? В Инстаграме, на сайте, ВКонтакте, везде указан телефон директора. Иногда туда люди звонят, неизвестные, и говорят, Родион. Так. Говорят, нет. А кто? И дальше уже по нарастающим. Сразу давай про социальные сети. Ты там сам отвечаешь или есть специально обученный человек, который делает какие-то комментарии? Ну если даже был бы специально обученный человек, я бы не признался. Но на самом деле я все сам делаю. И даже сам ботов вычищаю из Инстаграма своего регулярно. Вот, потому что меня это раздражает прямо. Давай теперь к прекрасному. Значит, мы поговорили о Владимире Василина Краснослободцева. Василина Краснослободцева. Украшение коллектива. Здравствуйте. Значит, как вы встретились? Потому что Василина занимается тоже давно музыкой, профессиональная певица. И вот как началось ваш сотрудничество? Я узнал, как вы уже встретились. Да, мы знакомые. Итак, с Василиной мы встретились на конкурсе «Золотая нота» Игоря Сандлера, в котором я был в жюри. И Василина одна из немногих, кому я там поставил все пятерки. Я все пятерки поставил? Все. Нет, там десятибалльная была система, нет? Ну, вышли пятерки все. Короче, да. Вот, и Василина безумно мне понравилась как вокалистка. Тогда у меня работал человек уже в коллективе, но я на всякий случай взял координаты. И когда пришла пора человеку, который с нами до этого работал, пуститься в дальнейшее самостоятельное плавание, я решил, что кроме Василины никто эту пустоту в нашем коллективе не восполнит. Василина не только восполнила, она просто переполнила. Она внесла очень много в то, что мы сейчас делаем, и очень много энергетики. Вот, поэтому вот спасибо, Васечка, за то, что ты с нами. Спасибо. Опять же, когда можно бэк-вокалистку называть Васей, по-моему, это бесценно. Вова и Вася сегодня сроди выступают в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Скажи, пожалуйста, для певиц, которые сейчас млели, слушая то, сколько ты комплиментов говорил Василине, есть ли еще какие-то вакантные места в коллективе Родиона Газманова? На данный момент нет, но все меняется, конечно. Я думаю, что, возможно, мы будем расширять состав. Если это будет в ближайшее время, то, конечно же, места появятся. Приглашают Вас... Два солиста. Не дождетесь. Вова стоит поэтому без микрофона. Да, именно поэтому. Большой состав какой у твоей команды? Большой состав — это пять человек на сцене. Но мы сюда, на самом деле, приехали не втроем. С нами еще наш директор Катя Сухотина, которая сейчас за нас волнуется за кулисами. И наш Саша Аделевский, он же Шмель, в мире, да, тоже волнуется, в мире звукорежиссеров. Саша будет рулить звук сегодня, чтобы все хорошо звучало. Ну, еще у нас барабанщик Стас Фаизов, который недавно стал повторно отцом. Поздравляем, Стаса. И на басу у нас играет Леонид Кузьмин. Хорошо. Ребятам большой привет. Я уверен, что они сейчас и смотрят, и слушают телерадиоканал «Страна.ФМ». Ты, кстати, где-то размещал информацию? Конечно. У меня в Инстаграме все написано. Соответственно, оттуда репост идет ВКонтакт, в Фейсбук и даже в Одноклассники, хотя не знаю, кто там сейчас сидит. И все это, дорогие друзья, Родион делает самостоятельно. Какие песни, что мы сегодня будем слушать? Это новое произведение, это Бест? Что? Это что-то новое, это и старенькое. Ну, услышьте, на самом деле, программа сегодня разнообразная абсолютно. Что, кстати, помогает очень нам на мероприятиях, потому что, когда видишь, какая публика в зале, ты понимаешь, в каком, собственно, стиле играть. И вообще у меня такая команда очень музыкальная, очень разноплановая, поэтому мы даже на месте можем что-то импровизнуть, что-то придумать и сделать так, чтобы прям вечеринка удалась на все 150%. Ну, стиль у тебя качественная такая, зажигательная музыка для современных людей. Как ее можно назвать? Мы, наверное, все-таки в поп-сегменте, хотя, опять же, когда ездили на рок-фестивали, и периодически это делаем, также там даем прикурить. Можешь определенный окрас придавать, да? Ну, мы сделали панк-рок-версию песен «Татсопка молодой». Я думаю, что окрас там было... Панк-рок-версию? Панк-рок-версию песен «Татсопка молодой». Если бы вы сегодня пригласили нас полным составом, мы бы ее изобразили, а так, конечно, у нас... Ребята, это, как минимум, еще один повод пригласить вас уже полным составом. Да, много поводов, на самом деле, зовите. Значит, с чего мы начинаем сейчас нашу музыкальную часть? Мы начинаем нашу музыкальную часть такой... Песня называется «Шанс». Это одна из последних, но пока еще не самая последняя. Эта песня войдет в будущую пластинку, скажи. Эта песня войдет в будущую пластинку. На самом деле, у меня есть ощущение, что самые хорошие песни я начал писать после того, как вышел альбом «Противофазы». И вот песня «Шанс», песня «Гравитация», которая попала на радио как раз, песня «Парами», которая сейчас тоже везде звучит, они были написаны после, и, в принципе, материал на альбом уже почти накопился. И сегодня будут в основном песни, которые в альбом не вошли. Потому что альбом можно прямо пойти в интернете и послушать, а «Страну ФМ» можно послушать только сейчас. И прямо сейчас, друзья, в концертном зале у нас Родион Газманов, его музыкальный коллектив имени Родиона Газманова, и... Да, да. Мы слушаем первую... Хорошо не памяти Родиона Газманова. «Шанс», поехали. Из бесконечных ночей и ожиданий пустых Берет сюжет моя история Я был неправ, ты прости Подробности опустим Кто же ты, кто же я Как вернуться, дай мне шанс Я провел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах по цели Как трудно поверить Как я живу с тебя Дай мне шанс Дай мне шанс Мне очень трудно поверить Пускай привык отпускать И уходить не обернувшись я Но без тебя мне теперь Мне выносимо грустно Где же ты, где же я Как вернуться, дай мне шанс Я провел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах по цели Как трудно поверить Как я живу с тебя Дай мне шанс Дай мне шанс Давай историю вспять Повернем твою Пускай О том, что мы снова вдвоем Поют, 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 поют Дай мне шанс Дай мне шанс Я провел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах по цели Как трудно поверить Как я живу с тебя Дай мне шанс Я провел параллели В закрытые двери Нет смысла стучать Дай мне шанс Я в минутах у цели Как трудно поверить Как я живу с тебя Дай мне шанс Я в минутах у цели Как трудно поверить Дай мне шанс Браво, друзья! Родион Газманов сегодня в концертном зале Страны ФМ Шанс вы нам дали На хорошее настроение мы его использовали И теперь у нас, в общем-то, все чудесно Хочется попросить звукорежиссеров Микрофон ведущего всю песню у нас В мониторах громче, чем все вообще, что можно Я себя там слышу Давайте, пожалуйста, его либо отключать Во время песни, либо, я не знаю Чекались мы без микрофона Идет все очень сильно И после этого, дорогие друзья Вы понимаете, что это абсолютно Прямой эфир, никакой записи И здесь Все происходит на ваших ушах У меня на часах 12 минут седьмого Всем большой привет! Я надеюсь, что Сейчас не такие большие пробки Кстати, как вы по Москве вот передвигаетесь? Насколько осложняют пробки вам жизнь? Ай, тяжело, да? Ох, мне больше, наверное, всех тяжелее Потому что я приезжаю из Балашихи каждый раз И добираюсь 3-4 часа И сейчас многие на Горьковском шоссе сказали Да! Точно! Мы это знаем! И Щелковское шоссе на минуточку Ребята, не грустите, там в пробочке Сейчас самое время Да, да, да На самом деле тяжело Но было сложно в день города Когда 9 сентября У нас был саундчек первый, по-моему, в Марьино В 6 с чем-то утра Потом мы поехали выступать в одно место Потом в другое, потом в третье, в четвертое И по центру города, который был перекрыт абсолютно Мы передвигались марш-бросками пешком Еще и с оборудованием Это было, конечно, ужасно Это музыкантский фитнес, Родион Это музыкантский фитнес А в 10 часов вечера, когда мы закончили где-то в области выступать Ребята поехали по домам 9 километров пешком Да, 9 километров пешком мы намотали тогда У Вова телефон показал, что чувак Ты в форме, фитнес, молодец Вот, и в 10 часов вечера музыканты все поехали по домам А я поехал снимать клип И вот такой вот Возникает вопрос Где Родион Газманов берет энергию? Расскажи, ну как это? Ну, о таких вещах нельзя на радио рассказывать Шутка Попробуй На самом деле, да нет Я считаю, что пока тебя И другого слова здесь нет Пока тебя дико прет от того, что ты делаешь Энергия найдется Что касается... Еще я сплю в такси Ты умеешь спать, как Штирлиц На 20 минут вырубаешься Через 15 минут он проснется, сработает Ты же еще умудряешься автомобили тестировать Умудряюсь, тестирую, делаю В ЖЖ пишешь, по-прежнему все это актуально Я сейчас на портале Дниру публикуюсь Они берут в публикации мои обзоры И это интереснее просто автопроизводителям Им проще давать машины под такие публикации И вот пока автомобилисты сейчас прильнули к радиоприемникам Скажи все-таки, ну как бы твоя история Это больше немцы или японцы? В общем, скажем Вот как бы это... Нет, я не скажу, что и тот, и другой вариант патриотичнее А врать я про наш автопром не буду Ну, скажи, как есть К тому же мне пока не давали машины из нашего автопрома на тест Но, наверное, немцы ближе Наверное, немцы Студия 89,9 Концертный зал Друзья, сегодня здесь в четверг вечером территория хорошей живой музыки Вы смотрите и слушаете телерадиоканал Страна ФМ У нас Родион Газманов и команда музыкальная Родиона Газманова Ребята, Родион, вопрос к тебе Что касается противофаза Пластинка была, пластинку слушаем Пластинка продается еще, кстати Да, ее можно купить Да, да, да Главное, загуглить, за Яндексить, там все это есть Есть ли у тебя название для следующей пластинки? Пока нет Я еще думаю А как же Кот? А Кот, что Кот? Нет, Кот был на предыдущей пластинке Кот уже был Да Белый персидский кот Была такая песня Но у меня другой Кот Другой Я перебиваю постоянно Да, у меня все Перебивай У тебя замечательный Кот, ты его выставляешь в Инстаграме Это тот Кот Это другой Кот Песня Белый персидский кот была написана еще до появления Шелдона А Шелдон это большой Мэй-кун Разноцветный, да, Мэйн-кун Хорошо Есть какое-то рабочее хотя бы название для пластинки? Нет, пока еще Я просто знаю, что у меня есть определенный набор песни Называть, наверное, альбом всегда называется именем за главной песней Сейчас самая главная песня у меня это Парми Вот, но до нее была песня Гравитация Которая тоже в альбом не вошла в предыдущий Посмотрим Может быть еще какая-нибудь песня напишется еще круче этих двух Мы с Владимиром работаем над этим вопросом Поэтому, может быть, еще что-то будет За Гравитацию тебе отдельное спасибо Потому что у нас, видишь, вот елки в студии развешаны в стиле антигравитации Это я, да, виноват во всем? Нет, мы просто, послушав песню, решили вот как-то покреативить По поводу клипов хотел тебя спросить Клип Парами, это сейчас у тебя крайняя работа получается? Это крайняя работа, да Я не боюсь слова последней Не боишься? Потому что, да, поэтому можно... Не за уверен Это последняя работа, которая была пока Что-то новогоднее, может быть, вот будешь снимать видео с концерта Или какая-то песня новогодняя Я бы снимал, но сейчас на продакшн уже нет времени Это декабрь, и Пашем мы сейчас не вынимаем То есть на какие-то съемки еще времени нет То есть сейчас плотнее, чем было в первой декаде сентября Когда мы еще в это время умудрились еще и снять клип Насколько я понимаю, ты сейчас Пашешь только на музыкальной Ниве То есть сельскохозяйственное, бизнес, это все у тебя оставлено Расскажи вот как Сельхоз оставлен далеко в прошлом Но вообще, сколько, 4-5 лет назад? Я уже не могу сейчас вспомнить Вспомни, ты самый организованный музыкант В 12-м я ушел, в 12-м я ушел В 11-м году мы начали заниматься музыкой снова После большого перерыва В 10-м я сыграл акустический концерт По большой просьбе друзей И мне так все это понравилось, что я решил продолжить заниматься музыкой Вова приехал в Москву снова Мы начали опять вместе что-то играть и делать Вова, скажи пожалуйста, он с ДНК еще Как вот Вова, да, присутствовал, когда группа называлась ДНК Все правильно Вова с ДНК Карифей такой Да Еще она даже еще не называлась ДНК Вова пришел А ты пришел в 2000-м году В первом На ваших ушах пишется летопись музыкального коллектива Родиона Газманова Ну и давайте, друзья, следующее музыкальное произведение Хорошо Сейчас в концертном зале послушаем и посмотрим Песня называется «Гравитация» Поехали Бег электронов по вечному кругу Разные вещи тянет друг к другу А мы почему-то движемся в разные стороны Ты на орбите, а я под водою О разных вещах мы мечтаем с тобою Хрупкой снежинкой космической станции Ты за пределами моей гравитации Я искал тебя на земле Я искал тебя в космосе Я устал всем богам объяснять, что мы созданы Чтобы быть вместе, но ты улетела И не вернуться, мне не догнать тебя Не дотянуться, не дозвониться Не докричаться Ты за пределами моей гравитации Солнце для всех одинаково светит Мы получили счастливый билетик Но почему-то обратно приходится сдать его Много терпения Ты за пределами моей гравитации Я искал тебя на земле Я искал тебя в космосе Я устал всем богам объяснять, что мы созданы Чтобы быть вместе, но будем вести себя Тихо, как мыши Ты эту песню сейчас прямо слышишь На страна-ФМ в прямом эфире Ты за пределами моей гравитации Ты за пределами моей гравитации Пора вам ты за пределами моей гравитации Концертный зал Друзья, и снова в эфире концертный зал страны-ФМ Сегодня у нас, я напомню, Родион Газманов и его музыкальный коллектив Что касается гравитации, нашел ли ты ее? Кого? Ну, ту, о которой пел Так смысл-то не в этом В чем рассказывай? Смысл не в том, что я ее ищу Смысл был, когда эта песня писалась А эта песня писалась по живому прототипу По реальным событиям Да, по реальным событиям Смысл в том, что Когда два человека любят друг друга Но почему-то не могут быть вместе Между ними все равно остается какая-то связь То, что их тянет друг к другу И это все очень печально Особенно печально об этом думать под Новый год Когда вот елки, да, все это хрупкие снежинки Космические станции там где-то летают А человек То есть сегодня же расстояние не имеет значения Потому что ты можешь набрать Нажать 10 кнопок на телефоне И с человеком связаться Но от этого расстояния между вами не сократится, к сожалению Вот про эту песню Что касается девушек Которые сейчас смотрят, слушают Страну ФМ И смотрели до этого твое интервью Причем не одно интервью И ты говорил Вот я все ищу Я все хочу встретить Я рассматриваю предложения В настоящее время как? Предложения должны девушки рассматривать Да Ну а у тебя были такие фразы? Ничего подобного Нет, не было таких фраз Свободно ли сердце Родиона Газманова сейчас? Сердце Родиона Газманова сейчас занято музыкой И переживаниями за коллектив И также сердце Родиона Газманова сейчас занято переживаниями О концерте, который мы делаем в Кремле 6 марта Вот давай-ка об этом расскажи 6 марта Кремль Для всех дам Для всех дам И не только дам Опять же, потому что мы всех пускаем на концерт Вот И это концерт, на который Почему-то очень стремительно начали продаваться билеты Почему? По-моему Ну, по-моему, половина уже прошла Хотя мы особо концерт не рекламировали Поэтому, если хотите, покупайте их сейчас Что это будет за концерт? Бест твой Новинки? У меня есть только песен, чтобы из них выбирать Какие-то прямо best of the best Но там будут, я думаю, что новые песни Еще не весь репертуарный концерт написан Там будет программа Там будет все очень творчески и интересно Там будут мои артисты-друзья Со мной вместе петь Мы планируем несколько интересных дуэтов Но пока о них не буду говорить Потому что все это настолько в таком пока Зачаточном состоянии И пока на уровне идеи мы ведем, разговариваем Ведем переговоры тоже Это время, 6 марта Это время, когда у артистов много работы И хочется с кем-то уже прям серьезно договориться И чтобы артист точно присутствовал Ну, я желаю тебе успешного концерта Чтобы зал был полным И, пожалуйста, расскажи, что у тебя еще на 17-й год? Какие задумки? На 17-й год? Ну, альбом, конечно Много написанных песен пока еще Ну, график заполняется постепенно С тех пор, как, опять же, как я съездил в Нью-Йорк На премию Big Apple Music Awards На которой я получил, кстати, заветную статуэтку Это пока моя самая серьезная награда Так получилось, что мне кусок пришлось После своего выступления заполнять паузу И после этого у меня вдруг возникло Три заказа на свадьбы там В Америке? В Америке И я так полагаю, что коллективом мы будем еще и туда ездить Так что, в общем, год будет интересный Скажи, пожалуйста, сильно ли отличаются американские свадьбы От свадеб в России? Я еще ни на одной такой не был Поэтому не могу ничего сказать Но я думаю, что вот в 17-м году как раз все будет понятно Ну, хорошо Но свадьбы с Родионом Газмановым Отличаются тем, что они всегда веселые На них всегда потрясающая музыка Вот, и директор мой сейчас подняла бровь почему-то, не знаю Но на самом деле и сценарий всегда хорошо прописан Так что зовите Что касается музыкальных премий Вот они как-то отличаются от российских премий? Там как-то все устроено по-другому или абсолютно так же? Российской премии мне тоже пока еще ни одной не дали Я жду Вот, так что все впереди Я расскажу Нет, на самом деле, конечно Премии и там, и здесь Я был на различных российских премиях На телеканале Микбокс я еще и вел красную дорожку Вот сейчас, когда премия была Поэтому И там, и там присутствуют какие-то форс-мажоры И там, и там много людей Слушай, ну ты готов к любым форс-мажорам Ты можешь быть ведущим Ну это как раз работа ведущего Как раз закрывает с собой все форс-мажоры И все так смотрят, думают А что он вообще О чем он говорит вообще? А у ведущего лихорадочно мозг думает Ну когда же, когда они поменяют там кассету Или там что-то еще сделают Там должны переставить свет, звук Там заказчика и так далее Или кто-то там опаздывает на концерт Там Элтон Джон не появился на красной дорожке Надо 20 минут держать внимание зала Остановите его Мы поняли, что ты умеешь держать паузы Спасибо Я могу еще 20 минут поговорить Но сейчас лучше, конечно, нам попеть Потому что у нас еще и музыкальная программа Следующий номер нашей программы Песня называется «Факт» Я могу чуть-чуть небольшое предисловие Скажите Случилось мне с этой песней Вообще с небольшой программой выступать На дне медика Дне медицинского работника И в зале сидело 200 человек Которые занимаются клинической психиатрией Все в белых халатах Это было все в одном из заведений Города Москвы Где ходят люди в рубашках длинных Очень длинными рукавами И в зале сидело 200 человек Врачей Я выхожу на сцену И понимаю, что эти люди про меня уже все знают Пронзительный взгляд Скажи вот Пронзительный аналитический взгляд И я начинаю петь песню Ну, вот песня «Факт» Она такая подвижная Динамичная И с нее, в принципе, мы часто начинали программы Я начинаю петь Я понимаю, что с этой песней нельзя было начинать И вообще в этом месте ее петь нельзя было Почему? Слова такие Наверное, это болезнь Диагноз ставить боюсь Я как на крышу залез И прыгать вниз тороплюсь И, как ты понимаешь, 200 человек на меня сразу так посмотрели Кивнули Клиент наш И начали внимательно слушать Дальше такие слова Огонь безумный в глазах Я просыпаясь кричу Но сна не помню Лишь страх Как будто в пропасть лечу Слушай, многие диссертации свои вспомнили Я думаю, что многие диссертации свои еще и могли написать Вот по итогам этого мероприятия Но я тогда понял, что меня оттуда просто могут уже не отпустить И благодаря нашей Катечке замечательной Которая, видимо, договорилась Я оттуда все-таки ушел Причем сразу после выступления Мы тебя поздравляем с этим Спасибо Песня «Факт» Поехали А песня про любовь вообще-то Е-е-е-е Наверное, это полезен Диагноз ставить боюсь Я как на крышу залез И прыгать вниз тороплюсь Огонь безумный в глазах Я просыпаюсь, кричу Но сна не помню лишь страх Как будто в пропасть лечу Но это факт Я заболел тобой Это факт Проходит день-другой Стоп Я сам себе кричу Стоп Остановиться хочу Остановиться нельзя Скользит наклонный карниз Мне не помогут друзья Скольжу и падаю вниз Стан на седьмом этаже За твой цепляясь балкон Я понимаю, скользя Что это только лишь сон Но это факт Я заболел тобой Это факт Проходит день-другой Стоп Я сам себе кричу Стоп Остановиться хочу Глава в кашки О! Но снова вижу тебя Все повторяется вновь Диагноз ставить пора Я обречен на любовь Там на седьмом этаже Я вижу твой силуэт Мое лекарство в тебе Другого выхода нет Но это факт Я заболел тобой Это факт Проходит день другой Я стоп Я сам себе кричу Стоп Остановиться хочу Но это факт Я заболел тобой Это факт Проходит день другой Я стоп Я сам себе кричу Стоп Остановиться хочу Но это факт! Классно, это факт, а факт, друзья, как известно, самая упрямая вещь в этом мире. Спасибо. Абсолютно. Хотелось бы спросить, правда ли, что у тебя первый преподаватель по музыке занимался тобой джазом? Абсолютно верно. Вот расскажи, как вообще ребенок там четырех-пяти лет воспринимал это? Было в мои шесть, когда мы ехали в Москву, да, и начали заниматься... Я пошел в музыкальную школу на улице Палиха, или Палиха все-таки, правильно. Палиха. Палиха, Палиха. Не могу вам сказать, ребята. Это правильный Новослободской. И там меня отдали преподавателю, которая была похожа на Тину Тенор. Ее звали Эльза Арташезовна. Она посмотрела на меня, так вгляделась, как-то говорит, мы с тобой, ребенок милый, будем играть джазом. То есть не с каждым ребенком она играла. Наверное, не знаю. В общем, это было два потрясающих года в моей жизни, а потом мы переехали немножко в другое место. И, кстати, дальше намного от школы это не стало. Но меня решили переместить в другую, которая была на 200 метров ближе, и там сказали, у нас классика, вот давай играй. И это убило во мне все, что у меня тогда стояло к музыке, легло и больше не поднималось. Вот так вот закончилось мое желание играть на фото пьяно. Но фундамент-то слышится, Родион. Фундамент слышится этот. И мы сейчас послушаем как раз, я понимаю, песню из того периода раннего, да? Из того переднего... Да. Мы это перепишем. Нет, не перепишем, потому что это прямой эфир. А мы послушаем песню из раннего периода, потому что куда бы я ни приехал, в том числе и на страну FM, меня просят эту песню спеть. Извини, старик, это судьба. Родион берет гитару. Это информация для тех, кто нас слушает. Модная карбоновая гитара. И пропутается в проводах еще. Это живой эфир. Это живой эфир. Ла-ра-па-па-па. Пропала собака. Живущая в нашем дворе. Она отзывалась на кличку Люси детваре. Ей каждый готов был свой завтрак отдать, а я ей котлеты носил. Люси. 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 Люси, Люси. Сейчас сердце станет очень вкусноểmменом. Страна FM плачет. Пропал аппетит у детей Газманов приехал Чтоб спеть о собаке своей А может она на дороге лежит Попав под колеса такси, как ее звали, Люси Прошел целый месяц Но ищут ее все равно Вдруг что-то случилось И все посмотрели в окно Люси там шагала и восемь щенков Счастливые дети несли, как ее звали, Люси 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 Это было феерично Большое спасибо Родион Большое спасибо за эту песню Отдельное спасибо Эта песня частью всех Биографии всех людей нашей страны Кто когда-либо мечтал о собаке Возможно я не прав, но Сейчас ты скажи точно Песня 87 года Да, ну она была записана На студии, точнее клип вышел В 87 году она была написана сама еще раньше Ну, может быть, к 30-летию песни Вернуть ее первоначальный текст Есть такая возможность? Она же была о девушке песня Есть, да, она была о девушке Вы проинформированы Ну а что? Можем даже показать сейчас Ну, если вот не сложно Потому что мы первоисточник, оригинал-то никогда не слышали Получается Сейчас покажем Цветные рекламы На влажном асфальте дрожат Мы с ней повстречались Когда от дождя я бежал Жаль, не было времени поговорить И лишь как зовут Я спросил Ну а дальше по тексту Люси 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 Слушай, песня должна жить Песня вот уже в таком своем Ну, как бы первоначальном варианте должна жить Песня не может не жить Мне кажется Как поживают твой брат, твоя сестра? Отлично поживают У сестры скоро день рождения Брату 19 лет Он уже в инстаграме выкладывает фотографии После которых я понимаю, что надо идти качать пресс Не только пресс Так что брат в хорошей форме Брат в великолепной форме Сейчас говорят его поклонницы Которые нас с тобой слушают Я уверен, да Причем поклонницы брата уже И твои тоже Они могут быть и твоими поклонницами И Филиппа тоже Родион В инстаграме в твоем была ваша фотография Со Стивеном Сигалом Как, где, чего Расскажи, где вы Может занимались у него Это был, нет Это был день рождения Эмина И на автопатии Я имел возможность Честь и радость Познакомиться И сфотографироваться С нашим замечательным Стивеном Сигалом С нашим Согражданином Теперь уже, да С нашим Согражданином Вот Приехал к нам Видимо будет бороться со злом Плюс ко всему Он же тоже музыкант Между прочим Да? Да А он что-то Какой-то Что-то тоже Вот такое дело Я думаю, вдруг мы совместно что-то Скажи, кто вообще у нас сейчас не музыкант Ну, слушай У вас есть основания так называть себя И Стивен Сигал тоже занимается музыкой По-моему, неплохо Ну, вот Это уже стихи от Владимира Пошли чистить Как кости врагов Это какое-то японское хоку, да? Или что это? Это Стивен Сигал Нежно снег хрустит под моими ногами Как кости врагов моих Да, вот такое И вот с этим он приехал к нам Понимаете, да? Ну, я думаю, что он будет преподавать Дальше будет про березки, я полагаю Какие-то боевые искусства Может быть У тебя сейчас со спортом Только отжимания Или что-то еще? Отжимания Ну, глядя на инстаграм Филиппа Отжимания, денег Телефонов Нет, отжимания Глядя на инстаграм Филиппа Приседания Глядя на инстаграм Филиппа Пресс Глядя на инстаграм Филиппа Собственно, да, все Я стараюсь в зал как-то попадать Но последние пару месяцев Это не получается Просто потому, что времени хватает Ну, а вообще, вот твоя стихия Смотри, папка Все-таки у него море Всю жизнь море Он изначально учился В морском училище Он много песен о море пел Он до сих пор Даже сейчас Если я правильно знаю В серебряном бару Катается на такой доске С веслом надувной Да, да, да И тоже, опять же, водная стихия С надувным веслом Земля, огонь Что, воздух Твоя стихия Я об этом не думал, честно говоря По-моему, такой Я все-стихийный человек Поэтому я не могу сказать Как-то вот это моя стихия Это не моя стихия С причем того, что я люблю мясо жарить на мангале Наверное, огонь все-таки Но я Если там Говорить про характер Я, наверное, не из тех людей Которые прямо вот Огненные Которые вспыльчивые Которые Я Да Ты кто по гороскопу рыба Ну да Тогда я мясо Сложно сказать Не знаю Даже сложно определиться Ну хотя бы Как ты отдыхаешь Если это активный какой-то отдых Я Отдыхая, я сплю Вот Но хотя Я не всегда сплю Отдыхая, потому что Я могу спать в такси Я могу спать на ходу Вот на сцене я не могу спать Ну на велике ты гоняешь ведь На велике я спать не могу Не получалось Да, но катаешься Катаюсь Бывает И бегаю даже по утрам Несмотря на то, что у меня Из стакана лед сразу вываливается Ну есть такой анекдот Вот По утрам я бегаю Но опять же В последнее время я Ну я стою С кровати Поспав там пару-тройку часов Стикаю в тапки Иду делаю себе кофе Забираюсь ползком в машину И еду на очередной Саундчек Или съемку Или там что-то еще Такой декабрь Герой Герой шоу-бизнеса Родион Казманов Герой это наш директор Она это все Организовывает Тогда она дважды герой Что с тобой работает И герой сама в себе Родион На новогоднем столе Какое блюдо у тебя Вот Всегда должно быть Салат оливье Вот просто вот обязательно Сам готовишь Нет конечно Катечка Директор готовит Замечательно Трижды героиня Мало того что у нас директор Хороший вообще Во всех отношениях Так еще и готовит Обалденно Котлеты у нее такие Что просто В общем Да А еще Моя мама готовит Замечательно И все-таки Эталонный оливье Это оливье моей мамы Все-таки Этот оливье Ем уже 35 лет С лишним Поэтому С ним конечно Сравниться сложно Скажи пожалуйста Как мама Вот реагирует на песни Какие больше ей нравятся Из твоих Маме Мама мой Самый злостный критик Вот Она прямо Самый требователь Да Самый требователь Она корректуру такую вносит Серьезную В то что мы Делаем То что я пишу Вот Поэтому Это тоже Очень серьезный Очень большой героизм Потому что я Будучи Человеком современным И открытым Я Адекватно Воспринимаю критику Но как все-таки Человек ранимый Творческий Терпеть ненавижу Критикующих Поэтому Это сложная задача Но она видимо Как человек мудрый Критикует тебя Дозировано Если бы Ну ладно Это мама Ей простительно Маме можно все Маме можно и другим Людям Которые сейчас У приемников У телевизоров Послушать следующее Музыкальное произведение Безусловно Это песня Романтическая В ней Зашифрован Апофеоз Отношений Между мужчиной И женщиной И Она называется Фары Припев поется вот так Вкрути свои лампочки В мои Стоп У меня гитара не включена Сейчас включу Вот так Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Я жил в одиночестве И каждый день был страшным кошмаром Я жил в одиночестве И каждый день был страшным кошмаром Но тут появилась ты Любовь в мое сердце попала Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Когда мы увиделись Сердца полыхнули пожаром Когда мы увиделись Сердца полыхнули пожаром А два одиночества Это ли не классная пара Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки В мои перегоревшие фары И соло пошло Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Перегоревшие фары Сейчас очень серьезно будет Ты самая лучшая, что со мной случалось когда-то Самая лучшая, что со мной случалось когда-то Ты мне очень нравишься, и дело остается за малым Что? Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары Вкрути свои лампочки в мои перегоревшие фары Фары, 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 фары Спасибо Друзья, продолжается программа «Концертный зал» И мне показалось, что сейчас немножко регги было Правильно ли я услышал? Люси тоже в том же примерно стиле Люси, да Так оно и было регги, говорит Владимир Родион, что ты слушаешь в своем автомобиле? Какую музыку? Я часто очень, особенно в последнее такое многоконцертное время Я практически в тишине езжу Хватает музыки в жизни? Да, очень хватает И там в крайнем случае какое-нибудь говорильное радио ставлю И вот Хотя, конечно же, в основное время я слушаю страну FM Спасибо Спасибо вам за то, что вы у нас есть В основном я слушаю музыку с телефона Какие-нибудь чарты, чтобы понять То есть если говорить об ориентировании в таком музыкальном мире Что куда двигается, что происходит и так далее То есть такая немножко рабочая история Как-то вот для души? Это то, что себя приходится заставлять делать Потому что, ну, это часть работы Из расслабляющего, такого для удовольствия Это Sting, наверное, в первую очередь Я могу неделю прокататься в машине под Битлов Вот так это нападает Неделя Битлс такая Снова дать любовь к ливерпульской четверке Ну, это, собственно, все, на чем все нормальные люди росли в 80-х Сделаем небольшую паузу, а потом вернемся Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Спасибо! Сегодня у нас живой концерт Родиона Пока Родион пьет водичку Пока Родион пьет, да Слушай, ну, без воды и ни туда, и ни сюда, как говорится Несколько слов от тебя, хотелось бы Несколько советов, может быть Как сейчас в современном мире в конце 16-го года Людям, которые тоже работают в музыке Которым, может быть, сейчас, ну, не знаю, 15-18 лет Как показать себя? Сложно, сложно Да и тем, кому за 30 тоже сложно На самом деле, что можно посоветовать? В первую очередь двигаться вперед Я был на нескольких таких, как сказать, вечерах общения с ребятами из музыкальных школ, там, каких-то продюсер-центров Когда вот я сижу там в кресле, а мне задают вопросы И я начинал общение, то есть самое главное, как начать Воська, ты знаешь, что она снимает, да? Хорошо Вот Поэтому он так и делает Да, я был Ну, а фотограф за углом просто Вот И я спрашивал, ребят Как вы думаете, что самое главное для артиста? И начинается Голос, внешность, там, талант Кто-то там, самые хитрые, говорят, деньги И так далее И я выслушиваю всех И ни разу Я об этом как раз сразу говорю Ни разу никто не сказал работоспособность А на самом деле, для того, чтобы что-то сделать Нужно пахать, пахать, еще раз пахать Это в самую первую очередь Первую, вторую, третью и последнюю И это то, к чему оказываются не готовы Люди, которые хотят свою жизнь связать с музыкой Или вообще какой-либо творческой профессией Как было в твоей жизни? Это у тебя было, как говорится, в крови Либо тебя в семье приучили пахать Чем бы ты не занимался? Как это было? Я сам себя к этому приучал И для меня это было необычайно сложно И до сих пор, периодически, мне приходится себя пинками заставлять что-то делать Но когда ты понимаешь И есть такой опыт, что если ты сейчас это не сделаешь То ты это не сделаешь потом вообще Или сделаешь таким опозданием, что это будет уже неактуально Ты понимаешь, что чем больше ты сейчас в себя вложишь труда и работы Тем лучше тебе будет потом Когда ты можешь заняться чем-то еще более важным На другом уровне и так далее Кроме музыки, ты еще как рыба в воде в экономике В мире финансов У нас не все в стране обладают вопросами финансовой грамотности Может быть, несколько советов от тебя Как жить? Как с финансами дружить, Родион? Как с финансами дружить? Если они есть На самом деле, да, у меня высшее образование в экономике как раз Я считаю, что... Ну какая может быть главная ошибка? Не знаю, люди, обыватели, которые как-то вот, знаешь От зарплаты до зарплаты, ну как-то вот Вроде и деньги были Нас в свое время несколько финансовых пирамид в стране научили, что халявных денег не бывает И если проект обещает тебе 1000% в год, то, наверное, не стоит туда идти Поэтому этому люди сами научились Я считаю, что в любой ситуации надо просто работать, делать свое дело и стараться их делать хорошо И тогда окружающий мир оценит твои старания и твои навыки путем соответствующих финансовых поступлений Тебе насколько помогает вот это образование в работе музыканта? Я считаю в уме быстрее своего директора Вот, это иногда, наверное, полезно, но дико директора раздражает Вот, да и в принципе, то, что я 10 лет проработал в офисных различных, в различных бизнес-проектах Сейчас мне в принципе тоже помогает Хотя иногда от этого нужно отключаться и сосредоточиться на творчестве Именно поэтому у меня есть команда, которая занимается организацией И это дает мне возможность не тратить свою энергию на какие-то такие схематические моменты А именно заниматься творчеством, это очень важно К тому же совмещать одно с другим, ну, если невозможно, то, по крайней мере, очень сложно Скажи, были ли сомнения, было ли волнение все-таки из такой уютной, организованной офисной жизни И из довольно-таки обеспеченной жизни, вот, нырнуть в это вот музыканство? Не всегда предсказуемое Я бы хотел сказать, что не было, но я думаю, что мне даже никто не поверит Конечно, было и было волнение, было волнение перед этим шагом Но до сих пор у меня ни разу не было задней мысли ни одной Я ни разу не думал, а что, если бы я не ушел тогда, потому что мой уход из офиса Мне тогда казался и до сих пор кажется событием не то чтобы единственным верным, но и даже неизбежным Я не смог бы там больше Книги, которые сейчас читаешь, которые прочитал за этот год, вот, можешь поделиться? У меня настольная вещь вообще, настольное чтиво, это Чак Паланик, к которому я постоянно возвращаюсь Бойцовский клуб или что? Бойцовский клуб, Души, Колыбельная, Пигмей, Выживший Ну, я читаю на английском языке, поэтому я могу название некоторое неправильно сейчас сказать Но это человек, который, не написав, по-моему, ни одного стиха в своей жизни Имеет потрясающий ритм и рифму Темпоритм в произведении Да, в произведении, это потрясающе на самом деле И это то, что мне, возможно, откуда я периодически как-то заряжаюсь И какие-то моменты для вдохновения беру Вдохнови, пожалуйста, зрителей и слушателей страны ФМ на предстоящие праздники Какое-то, может быть, несколько слов от тебя Потому что уже, ну, буквально через две недели случится это событие У нас сейчас уже практически финальная песня, поэтому... Это финальная или практически финальная? Это финальная песня Это финальная Ну, тогда я вдохновлю, друзья Эта песня, которую мы споем, будет называться «Парами» Это то, что сейчас ознаменовало... Актуальнейшая песня Да, актуальная песня Друзья, везде нужно быть парами Несмотря на то, что вот нас здесь на этой сцене трое Вот Я желаю, чтобы у вас с парами было все в порядке Потому что, в принципе, пара — это хорошо, красиво и симметрично Поэтому у человека два глаза, два уха У некоторых два зуба, но это другая ситуация Счастья вам, любви И чтобы все было хорошо в новом году Поехали! Спасибо, Родион Газманов, концертный зал Мы слушаем финальную песню Спасибо Спасибо, Родион Газманов, концертный зал Я не хотел мешать, легко сказать, когда твое и чье-то счастье Замерли в балансе на весах Парами танцевали мы парами И глазами усталыми Мы друг друга в толпе искали Парами, параллельными парами Параллельными взглядами Мы друг друга не опускали Вновь уносят поезда Мечту о том, кем мы с тобою не были О том, кем не смогли друг другу стать И время по местам Расставит и сотрет воспоминания О том, что не случится никогда Парами танцевали мы парами И глазами усталыми Мы друг друга в толпе искали Парами, параллельными парами Параллельными взглядами Мы друг друга не отпускали Там, где раньше был огонь Выжженный песок, лёд Следы снегом заметёт Всё вернётся Вспомни, как мы танцевали Парами Танцевали мы парами Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин